Здравствуйте! Приветствую вас на канале Римма Кухня Огород. Сегодня у меня эксперимент. Я хочу вспомнить детство, как мама солила огурцы и помидоры в банках холодным способом. Именно солила, не мариновала. Я хочу вспомнить, как она это сделала. Я набрала помидоры. У меня и красные такие, плотненькие. Есть зелененькие, бурые. То есть разные. Попробуем, как они засолятся. Немножко болгарского перца. Вот у меня наросли свежие огурчики, патиссоны, морковка, чеснок. Да, у меня проблемы с черной смородиной. Вот все, что мне удалось набрать для моей засолки. Надеюсь, этого будет достаточно. Легкая нотка. Еще будет зелень хрена, вишни, укроп. Запахи на кухне стоят сногсшибательные. Аромат непередаваемый. Ну что ж, будем подготавливать наши овощи. Засолки. Для засолки овощей я приобрела вот такую емкость. Называется бочка с гнетом. Здесь такая вот система. Есть гнет, который прижимает продукт, чтобы он был покрыт рассолом. У него есть вот такая вот крышка. Все закрывается. Красиво, удобно. И все предусмотрено. Наши овощи готовы. Здесь у меня патиссон. Я нарезала огурец. Это переросший огурец, перезревший. Чеснок. Болгарский перец и морковка. Отделила зеленые и бурые помидоры от красных, потому что красные помидоры пойдут наверх бочки моей, а зеленые вниз, потому что они солятся намного дольше. Зелень сельдерея, укроп, вишня, хрен и немножко специи. Семена горчицы, душистый и черный перец. Начинаем закладывать все в нашу емкость для квашения. На дно бочки мы укладываем специи. Половину чеснока, листья хрена, листики вишни, сельдерей, укроп и начинаем укладывать овощи. Вниз мы уложили патиссоны, морковку, перезревшие огурцы, зелененькие огурцы. Также добавляем болгарский перец. Остаток чеснока. Большой, красивый. Распределяем. Можно посередине добавить еще зелень. Немножко сельдерея и укропчика. И теперь будем укладывать наши помидоры. Все овощи уложены. Сверху укладываем листья хрена. Они будут защищать наше усоление от плесени. И теперь все это заливаем рассолом. Вот я приготовила рассол. Жду, когда растворится соль. На литр воды 3 столовых ложки соли. Вода холодная у меня из-под крана. Сейчас соль растворится. И мы все зальем. Наши овощи залиты рассолом. Вот, прекрасно. Гнет прекрасно держит. Не дает овощам всплывать. Они полностью покрыты рассолом. У меня ушло где-то 4,5 литра на мой объем. Теперь ставим овощи для начала сквашивания при комнатной температуре на 5-7 дней. Периодически поглядываем. Смотрим, что с ними происходит. Крышку мы плотно не закрываем. Овощи должны дышать. Можно поставить емкость в какой-то тазик. На блюдо, на тарелку. Потому что в процессе брожения жидкость может перетекать через край. И чтобы предотвратить маленькую аварию на кухне, мы подставляем какую-то емкость. Первый этап закончен. Через несколько дней проверим, как у нас идет процесс сквашивания. У нас прошла неделя после заквашивания овощей. На поверхности появилась вот такая белесая плесень. Это нормально. Идет процесс заквашивания. Нам нужно ее убрать. Листики хрена промыть. И сделать одну процедуру, чтобы предотвратить дальнейшее появление плесени. Листики хрена мы промыли просто под краном, холодной водой. Вот такой у нас рассольчик. Он уже вкусный, ароматный. Честно говоря, мы уже съели все огурцы, до которых смогли добраться здесь. Помидорки еще не готовы. Им нужно время, чтобы натянуть с себя соль. А вот огурцы уже готовы. Итак, складываем назад наши листики. Берем порошок горчицы и немножко вот так вот припудриваем. Вот так. Немножко. Это у нас предотвращает появление плесени. Теперь ставим на место гнет, закрываем крышку и убираем в холодное место для завершения процесса сквашивания. Я думаю, через недельку можно проверить, посмотреть, ну и продегустировать. Всем приятного аппетита, хороших заготовок и до новых встреч на канале Римма Кухня Огород.